Продолжение следует... ...которые важны для обществ, где ещё нет книгопечатания, ещё нет наших современных электронных средств. То есть для большинства обществ, о которых мы будем говорить. То есть это роль народного искусства и фольклора в бесписьменных обществах. Это как бы продолжение. Мы до этого обсуждали разные формы письменности, но это годится для классификации, описания таких обществ, как современные, где большинство, Василий Васильевич, это группа людей, которых мы описываем, грамотные. А сейчас мы описываем с вами общество до возникновения грамотности. Ну, в частности, конечно, это весь период до неолита, но также и значительное число культур уже после неолита. То есть культур, достаточно близких к нашим, но ещё не имеющих письма. Здесь оказывается очень большая роль музыки и пения, то есть словесного текста на обычном языке, но не говоримого, а не просто произносимого, а пропятого, исполненного как музыкальное сочинение. Вы знаете, что чрезвычайно важно в достижениях нейролингвистики, науки, которая исследует то, как антропологические формы культуры связаны с работой мозга? Выяснилось, что существует специализация некоторых отделов мозга у каждого человека. Некоторые отделы мозга выделены на музыку и пение. Вы знаете, что в большой степени это определяется генетически. То есть люди с хорошим музыкальным слухом и вообще способные исполнять музыкальное сочинение, хорошо петь, отличаются изначально по тому, что им сообщено наследственным веществом. Изначально отличаются от людей, у которых те же способности слабо развиты. Но вот внутри этой категории людей, у которых есть одновременно словесные способности, способности использовать обычный язык и способности использовать музыку, внутри этих людей обнаруживаются очень интересные различия между этими двумя областями мозга. Но, во-первых, в большинстве случаев они симметричны по отношению друг к другу. В обычной ситуации у большинства нормальных правшей, то есть тех людей, у которых главная рука правая для работы используется главным образом правая рука, а, соответственно, ей управляет левое полушарие в мозге. Эти связи устроены как бы по диагонали. Так вот, речевые зоны левого полушария мозга, доминантного по отношению к речи, то есть того полушария, который управляет в частности речью, звуковым языком, в этом полушарии, в левом полушарии, речью занимаются главным образом зоны, близкие к виску, ну, в височной или около височной доли. Соответственно, в правом полушарии, ну, людей аналогично устроенных, в правом полушарии находится зона ведающая музыка и пение. Я был знаком с очень крупным нашим специалистом по анатомии мозга Блинковым. Он работал как патологоанатом и замечательно знал устройство человеческого мозга, в том числе на материале некоторых великих людей, мозг которых ему приходилось изучать. Так Блинков мне рассказывал, что он получил замечательный подарок от одного японского специалиста в этой области, которого он тоже считал на своем уровне очень высоким специалистом. У этого специалиста была жена, певица, и было такое несчастье, он ее очень любил, она умерла. И в память своей жены этот ученый разработал, создал и опубликовал очень подробное описание ее мозга с картами, с картинками. И там было видно, что она была хорошей певицей, что в височном отделе правого полушария мозга этой певицы мы видим те же самые линии, те же самые изгибы, извивы, что мы находим в извилинах речевой зоны височного отдела мозга в левом полушарии. То есть внешне – это как бы двойники, как бы дубликаты, но их функции противоположны. Одна часть мозга, левая, занимается речью, другая часть, правая, занимается музыкой и пением. Представьте, это обнаруживается даже и в печальных случаях, когда у человека, скажем, какое-то ранение в левой стороне головы, и мозг лишается возможности производить правильную речь, речь неправильная или вообще нет речи. А в то же время такой больной вполне может, если у него не задета была правая часть головы, он вполне может неплохо пропеть или повторить, но в песенной форме, под музыку. Тот текст, который как произведение речевое, без музыки, он не в состоянии исполнить. То есть это две совершенно разные функции. Вы знаете, это обнаруживается, между прочим, и в трагических случаях, в историях, в биографиях отдельных, выдающихся, музыкально одаренных людей. Я принадлежал к числу хороших знакомых нашего замечательного композитора Альфреда Шнитко. Шнитко, один из лучших наших композиторов, но недавнего нового поколения, перенёс несколько инсультов. Так ему не повезло. И с каждым инсультом затруднялась его речь. Отчасти и письменная речь тоже. Но при этом он продолжал писать музыку. Эта способность у него была сохранена. То есть его правое полушарие, в отличие от левого, не испытывало тягостных последствий, болезней. Более того, Шнитко сам был уверен, что ему как бы диктуется его музыка, что его музыка в буквальном смысле приходит к нему свыше. И у него было такое чувство, что вот это писание под диктовку у него облегчилось, а не затруднилось. Вы знаете, я думаю, что мы с вами ещё будем касаться разных вопросов, связанных с соотношением функций правого и левого полушария нашего мозга. Но, во всяком случае, хочется сказать, что они не всегда помогают друг другу. А иногда некоторые части мозга как бы противостоят друг другу, даже в какой-то степени мешают. И вот у Шнитко было такое чувство, что музыка к нему теперь идёт без особых помех со стороны левого речевого полушария. То есть, иначе говоря, это вот разные функции. Теперь возникает вопрос. Если музыка передаётся по наследству, это определённо так. Музыкальные способности мы наследуем. Или отсутствие таких способностей. В каком смысле, для чего раннему человечеству было передавать музыку по наследству? Что касается языка, это понятно. Язык нужен для совместной работы. Любой коллектив, любая группа из нескольких человек должна пользоваться каким-то жестовым или словесным языком для того, чтобы что-то рассказывать, сообщать друг другу, выработать совместный план действий и так далее. А зачем нужна музыка? Возникает такой вопрос, на который мы пока можем дать только гипотетический ответ. Ну, существует и более общий ответ. То есть в музыке, как может быть ещё в нескольких проявлениях человека, человеческого сознания, разума, высших способностей человека, в музыке сказываются некоторые общие принципы, важные для человека. То, что мы называем красотой. Через музыку мы постигаем красоту, может быть, даже в большей степени, чем через другие сферы искусства, отчасти науки. Но кроме этого, что именно музыку делает насущно необходимой, особенно для людей в ранние периоды, ещё до возникновения письменной речи, письменности? По-видимому, то, что с помощью музыкально построенных песенных текстов, целого собрания длинных песен, мы можем рассказать длинную историю. Например, историю народа, мифов этого народа, того, как он себя мыслил в глубокой древности, что ему, казалось, произошло важного в истории. Всё это можно сообщить в эпосе, в длинных стихотворных сочинениях, которые исполнялись обычно под музыку и которые составляют характерную особенность, ну, в особенности многих культур центральной части Евразии. Евразия – это континент, включающий Европу и Азию. Но центральная часть Евразии, ну, скажем, Средняя Азия, с которой когда-то мы, жители бывшего Советского Союза, были хорошо знакомы, потому что это была наша Средняя Азия, мы многое часто туда ездили, многое там знали. Я, в частности, знал многих сказителей, певцов, людей из народа. Как правило, они были неграмотные, но они владели своим языком и владели своим фольклором, народным сочинительством. То есть они могли исполнять большие эпические сочинения. Я слышал такие в исполнении разных певцов, сказителей, которые пользовались тюркскими языками, туркменским, узбекским, киргизским, казахским. Такие сочинения есть и на таджикском языке, хотя это и не тюркский язык, иранский язык, близкий к современному фарси пертецкому. То есть у разных народов в Средней Азии мы находим однотипные, длинные собрания песен, в которых рассказывается о героях древности, о том, что в древности им удалось совершить, как им помогали разные чудесные персонажи, отчасти и боги, и герои, которые были на стороне вот этих замечательных древних представителей самых разных народов. Оказывается, существование таких эпических песен характерная черта народного фольклорного искусства значительного числа народов, в частности нашей, в историческом смысле, Средней Азии и окрестных стран Центральной Евразии. По-видимому, у всех народов на виду с языком как способом постоянного общения в условиях обычной жизни, то есть, когда есть необходимость быстро что-то сказать друг другу, для этого пользуются обычным, естественным языком. Обычно мы пользуемся своим, родным языком. Вместе с тем возникает вопрос, что еще можно передать с помощью языка. Оказывается, с помощью языка можно сочинить самые разные вещи. От деловых бумаг, от сообщений, которые носят, скорее, такой бухгалтерский, административный характер, и, по-видимому, во многих обществах письменность обслуживает главным образом бюрократов, обслуживает главным образом необходимость создания системы управления и контроля для больших обществ. Это чрезвычайно необходимо. Таким образом возникает письменность, и эта письменность потом может быть использована и совсем для других целей. Первоначально язык дает нам возможность сообщить что-то новое. для этого требуется знание разговорного устного языка, и все языки мира справляются с этим. Но кроме этих насущных задач можно выполнить и задачи более высокого характера, а именно сообщить народу о его истории, чаще всего сообщаются исторические мифы, то есть рассказы о том, что было когда-то, в такую давнюю пору, о которой люди уже почти не помнят, но память придумывает иногда сказочные странные фигуры. мифы это истории о удивительных и чудесных событиях, которые отличаются от теперешних событий. Прежняя, древняя история гораздо интереснее, чем современная история. Поэтому люди с удовольствием слушали рассказы о своем придуманном дивном мифологическом прошлом. Современная наука обладает способами измерения количества информации, то есть с помощью некоторых условных единиц, ну, таких, как, скажем, буква в письменном языке, можно сосчитать, каково количество информации, которое человек в состоянии передать, запомнить, сохранить по возможности не искажая на протяжении достаточно длительного времени. Таким образом выяснено, что с помощью письменного языка, с помощью буквенной письменности, типа нашей алфавитной письменности, можно передать очень большое количество разнообразной информации. можно сочинять не только обычные прозаические тексты, но особенно близкие к песням, к музыкальным, поэтические тексты. Отчасти их можно исполнять и под музыку, и в этом случае этим занято другое музыкальное правое повышение у большинства легшей. то есть, иначе говоря, у музыки есть существенная задача в отношении запоминания и передачи информации о прошлом исторического знания. Историческое знание для большинства народов сначала существует в фольклорной форме, то есть в форме народного предания, и лишь постепенно люди переходят к более рациональному осмыслению своего прошлого, своей вероятной истории, критикуют сказочную сторону мифов и так далее. Первоначально кажется, что в этих мифологических рассказах о прошлом содержится какая-то своя правда. Поэтому очень часто даже и в гораздо более позднее время, когда уже культура переходит за границу, это и первоначальная культура для неграмотных, даже и в это время еще сохраняется любовь к старым мифам и сказкам или во всяком случае интерес к ним. почему от музыкальной формы передачи информации общество постепенно склонялось к другим, ну, к устной речи как таковой и к письменной речи, которая записывает эту устную речь. Отчасти это результат некоторых рациональных факторов, которые, по-видимому, результат размышлений, поэтому мы хорошо можем их понять и можем сами помыслить, почему такое развитие в эту сторону возможно. Дело в том, что по мере того, как развивается техника и материальная культура, культура, воспроизводящая разные нужные для повседневной жизни предметы, по мере того, как человек учится создавать эти новые средства, помогающие ему удобнее устроиться в жизни. По мере этого вырастает роль письменных и других указаний. То есть оказывается нужным всю сумму наших знаний о материальных предметах, о внешнем мире, которым мы себя окружаем. Всю сумму этих знаний передавать следующим поколениям в устной форме. Обучение обычно ведется в форме обычного языка. Ну, существуют, конечно, и поэтические тексты, которые исполняют ту же функцию, но это скорее некоторый пережиток или же наоборот недавнее новоприобретенное предположение, которое не так важно, гораздо существенно и не то, как выражено человеком пожелание иметь такие-то предметы рядом с собой или помощь себе, а важно то, что человеку удается описать эти предметы так полно, что удается по описанию создать сам предмет, воспроизвести его. Это существенные особенности той части культуры, которую я уже связал с бюрократией, вам уже сказал, что для ранних культур часто характерно, что они связаны с бюрократией, с подчинением себя некоторой части управляющих обществом лиц, которые раз добрались до обычного наполнения тражной категории главных предметов, о которых идет речь. Если мы к числу таких главных предметов начинаем относить все то, что мы можем описать с помощью слов или музыкальных выражений, песенных выражений, по мере этого наше описание окружающего мира становится все более детальным и для нас ценным, поскольку мы можем извлечь представление о том, что это запредельно, почему они нам нужны, почему нам нужно пользоваться тем или иным музыкальным инструментом. Знаете, по-видимому, у большинства людей какая-то потребность соединить свою активность, рабочую деятельность, я имею в виду работу руками, соединить работу руками с пением, с какими-то описаниями того, что эта работа имеет в виду. Это вполне реальная вещь. То есть кажется, что действительно человек с одной стороны обучается тому, рассказывать, ну, скажем, детям рассказывать, как произвести вот такой предмет, скажем, вы хотите сделать набор предметов, с помощью которых вы оперируете камнями, первобытными каменными орудиями. Для этого вы должны иметь какое-то описание, какие вы хотите иметь, ножички, скрипки и тому подобное средство. Это более-менее установленный факт, и вы должны только найти подкрепляющий этот факт довод в истории других предметов, которые подчинены человеку. Значит, первая важная особенность любого из средств передачи информации, которые есть в Древнем Обществе, это возможность описания орудий, предметов с целью воспроизведения производства данного предмета или данного орудия. То есть мы как бы умеем наши технические знания человеческие превращать в словесный текст, а его мы умеем использовать как средство и цель обучения. но кроме того, постепенно формируются способы использовать письменный текст или соответствующую ему устную речь, которая может быть по каким-то причинам незаписанным, что мы научиваемся с вами вместе работать над составлением текстов, которые опишут всю нашу деятельность. Причем не только ее серьезные стороны, но и даже такие более-менее те, которые связаны с произведением жестов, с способами производства знаков, которые непрямо совпадают со словами. Человек не сразу пришел только к словесному языку, долгое время параллельно существовал и в какой-то степени у некоторых народов существует язык жестов и умение научиться. Это одна из важнейших черт части антропоидов тех приматов, близких к нам по зоологическим признакам, на фоне которых и формируются предки человека. На фоне такого широкого использования устного и музыкального песенного вариантов языка в фольклоре постепенно возникает возможность создавать и более сложные произведения, чаще всего уже в то время, когда возникает письменность. Но вы знаете, это два процесса, не прямо связанные друг с другом. Можно думать, что некоторые собственные литературные произведения на почве фольклорных, как бы вырастая из фольклора, становятся особым жанром сочинения человека ещё до того, как развиваются соответствующие письменные традиции. Но постепенно, по мере того, как упрощается способ изложения устного языка с помощью письменных знаков, литература, как правило, становится письменной. У письменной литературы больше возможностей, большее разнообразие, и мы поэтому в следующем нашем изложении подробнее расскажем о разных формах письменной литературы. Но сейчас мне хотелось бы только отметить, что письменная литература всегда начинается с фольклора. Самые ранние тексты, которые мы знаем, ну, скажем, ранние греческие поэмы, которые приписывались слепому певцу Гомеру в греческой традиции, или какие-либо другие мифологические истории у тех же греков или в литературах сначала устных, потом письменных у народов Древнего Востока. Всё это возникает сначала как некоторые рассказы народных певцов, сказителей, людей из народа, которые в частности умеют рассказывать интересные истории, а постепенно формируется литература, возникают писатели, писцы, особые люди, которые специализируются на этом. Вот этот постепенный процесс развития литературы из фольклора мы с вами проследим в следующий раз. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok